Вот оно движение задним ходом под кирпич. Замечательно! Вот автобус, вот он двигается, вот он паркуется под кирпичом. Не стоит, он двигается. Здравствуйте! Обращение принято? Пресс-службу, БВД. Не, обращение? Какую пресс-службу, товарищ майор? Обращение. Вы что, граждан за обращение не принимаете? А можно значок ваш посмотреть? Стойте, 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 значочек посмотрим. Охренеть! Полиция! Обращение примите! Полиция! Обращение примите! Куда вы убегаете? Ни хрена себе, что происходит-то? Полиция! Полицейский! Обращение примите! Куда вы убегаете? Вы боитесь, что ли, или что происходит-то? Обращение примите! Здравствуйте! Добрый день! Как вас называть? Что вы хотели? Обращение сделать! Здравствуйте! Добрый день! Что вы хотели? Обращение сделать! Обращайтесь! Кому? Представьте, пожалуйста, закон о полиции! Вы обращаетесь ко мне? Совершенно точно! Первый! У вас что-то случилось? Довожу до ваших сведений, если ко мне гражданин обращается первый, он обязан мне первую представить и назвать свою суть просьбы. Вам чем-то помочь? Да, закон о полиции. Напомните мне пятую статью. Остальные вопросы в пресс-службу города. Не надо мне вопросов! Я обращение делаю! Помощь нужна! Если вам помощь нужна, излагайте точные факты. Что случилось у вас? Кому? Вам чем-то помочь? Да! Чем вам помочь? Представьте, пожалуйста. Еще раз вам повторяю, я сотрудник полиции, я регламентирую своими уставными законодательными актами. Довожу до ваших сведений. Если гражданин ко мне обращается, он должен изложить свою просьбу или помощь. А может гражданин узнать, узнать полицию или не полицию? Если вы ко мне обращаетесь, я имею право вам не называть. А если вы не полицейские? Будьте добры, если все остальные вопросы в пресс-службу ГВД, я вас услышу. Вот, пойдемте, я покажу правонарушения. Стойте, стойте, я обращаюсь. Обращаюсь, полицейский, лейтенант. Куда вы убегаете? Пойдемте, я вам покажу правонарушения на товарища, на наших глазах. Где это? Вот, прямо 100 метров пройдем, я вам покажу. Это территория, привокзальная площадь. И что, вы не будете реагировать? У меня проезжая часть. Ну, вы, значит, сообщите, да, по радиосвязи. Вы можете мне словесно сказать, что вы на меня камеру наставили, вы меня сейчас говорите. Потому что вы нарушаете закон, поэтому я поставил партия. Я не нарушаю закон. Если вы уверены, что я нарушаю закон, вы обратитесь в сотрудничество и станцию органов. Что у вас случилось? Еще раз повторяю. Знак кирпича. Ну? Знак кирпича. Вот там, за углом. Если бы мы прошли, я бы вам показал. На территории вокзала, правильно? Я не знаю, территория этой вокзала, не территория. Я вас правильно понимаю? Вот камеру туда. Нет, не надо. Это там, на... Вот там, за углом. Это территория вокзала, я не компетентся туда. Я подчиняюсь 4-м батальону ДПС. Да, у вас есть 736-й... Стойте! 736-й, с приказом МВД, примите обращение. По 736-му приказу. Я вам что сказал? Не надо мне все говорить. Я прошу помощи оказать. По проезжей части, будьте добры, отойдите, выходите по проезжей части. Я к вам обращение делаю. Вот еще раз обращайтесь, я вам сказал. Обращение, согласно 736-му приказу. Что ж вы на себя такой, на ровном месте-то вещи делаете себе, нехорошие? Я делаю на урны российского законодательства. Обращение, примите, пожалуйста. Я вам еще раз повторяю, обращайтесь. Во что? Обращаюсь, да. Что-то случилось? Вот я вам говорю, что видите знак кирпич? Ну и что? За знаком кирпич стоит автобус. Ну? Автобус на остановке там нет. Я еще раз повторяю, это территория вокзала, я туда некомпетентен. Я рад. Значит, вы должны связаться, да? С тем, кто компетентен, и решить мою проблему. Полицейский? Полицейский, не бегайте от меня. Ну что ж такое происходит-то? На вас заявление будет написано. Примите обращение, пожалуйста. Помогите гражданину. Остальное все в пресс-службу ГУВД. Хорошо, представьтесь, мне на кого жаловаться? Скажите, пожалуйста. Я обращение сделал вам. Я все раз повторяю. Я к вам не обращался. Я к вам обращался, я сделал обращение, вы обещали представиться. Я вам ответил территориально, вы мне показываете на территорию вокзала. Представьтесь, на кого мне жаловаться? Это не моя подластная территория. Я рад за вас. Я не имею права там действовать, чтобы рассматривать какие-то жаловы. Вы имеете права вызвать тех, кто... Вот у вас ЛУВД, и туда все вопросы, это их территория. Отлично, я хочу написать на вас жалову. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста, я жаловаться на вас буду. На каком основании вы будете меня жаловаться? Это уже не ваше дело, на каком основании? Ну вот и жалуйтесь. Представьтесь. На кого мне жаловаться? Гражданин. Я вам все сказал? Нет. Поймите имущество должности. Статью пятую, закон о полиции. Выполните, пожалуйста. Полицейский. Я вам еще раз повторю. Или вы не полицейский. Вы оборотили что-то, я не пойму. У вас что-то случилось? Я вам еще раз повторяю. Я к вам обращался первый. Я к вам обращаюсь. Вы ко мне подошли. Обратились. Да. По цепочке. Я спрашиваю, у вас что-то случилось? Да. Что у вас случилось? Я вам рассказываю, обращение вам делают. Отвечаю на ваше обращение. То, что этот знак стоит на вокзале. Отлично. К вокзалу я не имею никакого отношения. Да, вы можете вызвать. Кого я могу вызвать? Я не знаю. Я не полицейский. Я не знаю, кого вы можете вызвать. Я к вам обращаюсь. К вам. Наведите камеру. Дежурная часть. Я к вам обращаюсь. Ну, я вам отвечаю. Я знаю свои должностные инструкции. Я знаю свою территорию поста. Я стою здесь. А я к вам обращаюсь. Мне все равно. Я не должен знать ваш участок. Я вам показываю. Я вам показываю на ЛОВД. Будьте добры. На ЛОВД. Они не занимаются дорожными знаками. Представьтесь, на кого жаловаться. Отведите ЛОВД его, пожалуйста. Вот куда? Вон, видите, дежурная часть ЛОВД. Отведите его туда. Это их территория, да. Отведите. Представьтесь, пожалуйста. Отведите, пожалуйста. Представьтесь. Я еще раз повторяю. Я обращение сделал. Вы обещали представиться. Я не знаю вам не представляться, потому что вы ко мне обратились первые. Обалдеть. Обалдеть. Все остальные вопросы в пресс-службу ГУВД. Будьте добры, пожалуйста. Обязательно зададим. Просто хотелось бы знать, на кого писать заявление. Я вам еще раз повторяю. Вы стыдитесь своего имени? Вы ко мне подходите по каким-то личным прерогативным вопросам, не касающимся нашей ответственности. Вам стыдно, представьте? Вам помощь нужна, не нужна. Вы сказали, что вам помощь не нужна. Я вам отвечаю на ваш вопрос. Вам погода носить стыдно, нет? Представьтесь, кто вы? Товарищ сержант, отведете? Представьтесь. Вы пойдете, по сути, свои жалобы по этому знаку? Я пойду. Вас сержант отведет. Я хочу знать, на кого писать заявление. Я еще раз повторяю. Вы кто? Вас сержант отведет. Замечательно. Вы, который лейтенант, представьтесь, пожалуйста. Еще раз вам повторяю. На каком основании вы ко мне вообще обращаетесь? Мне нельзя обращаться на основании никого? Можно. Вам чем-то помочь? Да. Вам помощь нужна? Какая помощь вам нужна? Как я могу вам помочь? Вы сотрудник дорожной патрульной службы. Там стоит знак. Там стоит машина за знаком. Давайте разберемся, почему она там стоит. Я вам отвечаю на ваш поставленный вопрос. Не надо отвечать. Не надо помочь. Даня стоит на вокзале. Мне помочь надо. Я вам отрисовываю все вопросы к дежурной части ЛОВД. Там несуток вешеный станет. По радиосвязи, пожалуйста, вызовите того, кто может решить этот вопрос. Не надо меня никуда посылать. Дежурная часть ЛОВД. Посылать меня не нужно. Решите мой вопрос, пожалуйста. Ну вот сотрудник ДПС, он отказывается. Представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, лейтенант. Это стыдно, это сложно. Я не пойму. Я не прошу удостоверения вашего. Прошу представиться. Остальные все вопросы в пресс-службу ГОВД, пожалуйста. Будьте здоровы. Сейчас наряд еще. Мужчина, если вы сейчас будете адресовывать в мой адрес личные какие-то термины, это может расцениться как за оскорбление Вы расцениваете как вам угодно. При исполнении своих служебных обязанностей. Расцениваете как вам нравится. Я вам еще раз повторяю. Выбирайте выражение. Я очень хорошо выговариваю. Вы выбираю. Я прошу представиться. Человека в форме. Вы украли форму? Я еще раз повторяю. Вы ко мне обратились первые? Да. Так точно. Да. Вам помощь нужна? Да. Какая помощь вам нужна? Я вам уже сказал несколько раз даже. Еще раз повторите. Какая помощь вам нужна? Знак кирпич. За знаком стоит машина. Мосгостранца. Остановки там нет. Я вам отвечаю. Знак кирпич установлен на привокзальной площади. Не надо мне рассказывать о сложности. Которая не относится к моему территории поста. Это ваши сложности. Не надо мне их рассказывать. Не надо. Понимаете? Помогите мне в моей спорте. Я вас хочу направить, если вам нужен конкретный вопрос по территории реальности, кто отвечает за вокзал. Не надо меня посылать. Если вам нужна полиция изначально, если у вас какие-то есть сложности с законом или кто-то его там нарушает. Особенно с тем, что никто не представляет у меня сложности. Еще раз повторяю. По закону о полиции я имею право не представляться. Так как вы его имеете право не представляться, это шикарно. Если вы ко мне первый обращаетесь, то да. Я не прошу вашего удостоверения, заметьте. Все правильно. Да, я прошу пресс-старь лица. Если вы ко мне обращаетесь, все вопросы в пресс-службу ГОВД. Отлично. Вот лейтенант. Вы хотите закончить службу, что ли? Я не пойму. В чем сложность-то? Стыдно вам? Что происходит? Да, Алексей, что мы здесь делаем? К нам поступил звонок от дежурного ответственного по данному отделу. Он пригласил нас для дачи объяснений по поводу инцидента сотрудникам ДПС, произошедшим на площади Тверской заставы, который отказался принять обращение граждан, отказался представляться. В данный момент мы посетили данное заведение, дали письменное объяснение. Нам обещали с этим вопросом разобраться и нас уведомить. Хорошо, спасибо.